Итак, главное политическое событие года. Выборы депутатов Государственной Думы 7-го созыва состоятся в единый день голосования 18 сентября. Об отличительных особенностях этой избирательной кампании рассказывают представители Рейса избиркома и политических партий. Тему продолжит Светлана Акбаева. Одна из главных особенностей, согласно действующему законодательству, выборы в Государственную Думу пройдут по смешанной системе. Из 450 депутатских мандатов половина, а именно 225, будет избрано по одномандатным округам, остальные по федеральному избирательному округу. В избиркоме республики отмечают, что все мероприятия осуществляются строго в соответствии с установленными требованиями законодательства и при содействии министерств и ведомств региона. Очень высокие требования к проверке кандидатов. Все эти требования избирательная комиссия по поручению Центральной избирательной комиссии выполняет в должном объеме. Все это в рамках послания президента к федеральному собранию, где Владимир Владимирович сказал, что выборы депутатов Государственной Думы должны пройти в острой конкурентной борьбе, честно и открыто. И в Думу должны прийти новые люди, честные люди и открытые. Отличительной чертой выборов этого года является строгий отбор кандидатов. Во власть должны идти абсолютно честные и чистые люди. Это не раз подчеркивали в федеральном центре. И это касается не только Карачао-Черкесии, но и всех регионов страны. Немаловажное значение в этой связи имеет и предстоящие через два года избрания президента России. Поэтому невозможно переоценить роль нового состава Государственной Думы. Руководитель исполкома Карачао-Черкесского отделения партии «Единая Россия» Кимал Кичаруков отметил, что региональный оргкомитет тщательно проверял кандидатуры еще на этапе участия в праймерис. Предварительное голосование по всей стране, как известно, прошло 22 мая. Главный принцип был следующий, чтобы эти люди были безупречной репутацией. То есть не имели судимость, если даже снятую или погашенную, счетов за рубежом, скажем так, недвижимость. То есть вот такие критерии были жесткие в плане отбора кандидатов для участников предварительного голосования. 22 мая прошел праймерис, так называемый, предварительное голосование, где произошел отбор по этим критериям кандидатов. И в общем-то их потом на втором этапе, в конце июня на съезде, на втором этапе 15-го съезда утвердили эти кандидатуры. В Карачаево-Черкесии по одномандатному избирательному округу номер 16 зарегистрировано 11 кандидатов в депутаты Госдумы России, выдвинутых политическими партиями. И есть и претенденты, выдвинувшие свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Естественно, каждый из кандидатов проходит независимо от партийной принадлежности. Мы получили серьезный отбор и надеюсь на высшем государственном уровне, что прозвучало, чтобы выборы были честными и правдивыми, без нарушений. Мы готовы это соблюдать. Надеюсь, и остальные участники выборного процесса именно так и поступят. Во благо нашего избирателя. Уже через месяц, 18 сентября, 306 тысяч избирателей отдадут свой голос в пользу того или иного кандидата на 249 участках республики. В случае наплыва туристов в период проведения выборов в Госдуму откроют дополнительный избирательный участок для голосования на курорте Архиз. По мнению специалистов, в этот раз активность избирателей будет очень высокой. Агитация за того или иного кандидата уже началась, а в средствах массовой информации стартует за 28 дней до выборов, 20 августа. А пока у избирателей есть время хорошо обдумать свой выбор. Светлана Акбаева, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкисия.